Привет! Сегодня у нас география, кельты, собаки и одна из величайших групп всех времен, Let's Zeppelin! В свои золотые годы группа была буквально овеяна слухами и легендами, которые касались в том числе и блистательных текстов, созданных вокалистом Робертом Плантом. Например, такая теория. Если слушать Stay Where to Heaven наоборот, то можно услышать какие-то тайные сатанинские послания. Ну, это такая самая яркая история, которая мне буквально с детства помнится. Конкретно эта история – типичная фанатская конспирология. Да, в какой-то период гитарист Let's Zeppelin Джимми Пейдж увлекался трудами Алистера Кроули, идеолога оккультизма. Из-за этого считалось даже, что Let's Zeppelin чуть ли не по схеме Фауста душу дьяволу продали в обмен на сумасшедший успех. Пейдж, впрочем, редко в интервью касался этой темы, как-то обмолвившись только в интервью, по-моему, у Rolling Stone, что то, что он верит, это его личное дело, и никого ни в какую веру Let's Zeppelin обращать не собираются. Ну и все на этом. Понятно, что всякие дикие слухи работали только на популярность группы, и потому сами музыканты не спешили их опровергать. Но при этом есть в текстах Let's Zeppelin, создавал который Роберт Плант, совершенно очевидные отсылки к скандинавской мифологии, кельтской культуре и к обожаемому им Толкину. Об увлечении музыкантов Толкином у нас когда-то целый выпуск вышел, много воды с тех пор утекло, много новых подписчиков теперь, могли не видеть, вот, посмотрите. В общем, загадок в текстах Роберта Планта действительно немало. Попытки их разгадать и раскрутить референсы и отсылки к литературе или мифологии вполне могут потянуть на скромный научный труд. Периодически мы будем такими изысканиями с вами делиться. Ну а сегодня расскажу об одном загадочном названии, которое фигурирует сразу на двух альбомах группы Let's Zeppelin 3 и Physical Graffiti. Вот так оно пишется. На Let's Zeppelin 3 фигурирует оно в названии песни На альбоме Physical Graffiti в названии акустического инструментала. Давайте еще раз сравним эти названия. Как видно, они похожи, но пишутся по-разному. Вот почему так? Это еще одна загадка, которую мы с вами сегодня попробуем разгадать. Let's Zeppelin я люблю очень давно, еще с тех времен, когда музыку на кассетах слушали. И, конечно, все мы, юные меломаны, проводили многие часы за словарями, пытаясь врубиться в смысл текстов любимых песен. Ясное дело, что вот этих слов ни в каких англо-русских словарях не было. Потому что это не английский язык. Тогда, лет 25 назад, это казалось вообще черти чем. Каким-то магическим заклинанием просто. Но от старших товарищей, фанатов Let's Zeppelin со стажем, я скоро узнал, что язык этот валийский. То есть язык, на котором говорят коренные жители Уэльса. Это кельтский язык, который английскому вообще не родственен даже. А, ну если вдруг подзабыли, кто такие кельты, это автохтонное, то есть исконное население британских островов до прихода туда германских племен англосаксов. Ну а если шире, это вообще огромная общность культур, людей, тысячи лет заселявших наш континент, от Шотландии до Восточной Европы. Возможно, вы и не слышали название кельты, но, скорее всего, слышали название галлы или галаты. Так вот, галлы и галаты это те же кельты. Следы этой древней культуры прячутся во многих современных географических названиях. Например, Галисия в Испании, Галатия в Турции и, по одной из версий, Галиция в Западной Украине. Это была развитая культура со своими языками и письменностью, сложной и интересной системой верований. Вот о друидах вы точно слышали или читали. Друиды — особое сословие у кельтов, жрецы, поэты, знахари, носители мудрости. Кельтская культура оказала огромное влияние на всю культуру Западной Европы, на литературу в особенности. В особенности на англоязычную литературу, конечно. И во второй половине XX века закономерным образом это увлечение британцев своими корнями, музыкальными и поэтическими, проявилось и в рок-музыке. Роберт Плант был, наверное, самым ярким олицетворением этой преемственности культуры поколений. Дело в том, что в детстве он часто проводил каникулы в Уэльсе, одном из немногих мест, где следы древней кельтской культуры живут до сих пор особенно ярко. Еще несколько таких мест — это Ирландия и Шотландия, конечно. Особенно это касается языка. Древним кельтским валийским языком, его еще называют кимрским, владеет 20% населения Уэльса и свободно на нем общается. Может показаться, что это совсем немного, но вообще, учитывая всю мощь соседней англоязычной культуры и многовековое доминирование ее, это не так уж и мало. В Уэльсе юный Роберт Плант впитывал древние кельтские сказки и мифы, наблюдал всякие народные фестивали, и вот это все засело в нем очень плотно. Все эти горы, холмы и реки в его текстах — это пейзажи Уэльса. Но, конечно, справедливости ради надо сказать, что и Плант, и Пейдж не только кельтской культурой вдохновлялись. Блюзы, регги, африканская, азиатская музыка из очень многого плели они свои бесподобные шедевры. Но в случае Роберта Планта кельтская культура была прям таким его бэкграундом. Вот, кстати, несколько лет назад Брайан Джонсон, солист ACDC, делал серию документалок «Жизнь в дороге» просто ездил в гости к разным хорошим людям. Там, к Нику Мэйсону из Пинк Флойд. Билли Джойлу. Или Стингу. Доехал он и до пасторальных владений Роберта Планта в Уэльсе. И вот в каком образе Плант его там у себя дома встречал. Кельтский воин. В этом же образе, кстати, Плант появился в концертном фильме «The Song Remains the Same». Но тогда он был значительно моложе, конечно, и больше походил на воина, чем на друида. А в «Ленин кельтов на Планта» я тут так долго распорягаю, потому что действительно важно, чтобы в принципе заглянуть в его личный легендариум и понять, из какого ссора растут его тексты. Ну и все это важно, чтобы понять, что такое и почему он так важен в биографии Ладзеппелин. Итак, весной 1970 года группа Ладзеппелин, которой к тому моменту было всего полтора года, ну, которая уже успела выпустить два бестселлера, альбомы Ладзеппелин и Ладзеппелин 2, вернулась с очень утомительных гастролей, отыграв 180 концертов. Лейбл настаивал на том, чтобы музыканты садились писать новый материал срочно. Естественно, большие боссы хотели ковать железо, пока горячо. Но музыканты сказали, не-не-не-не, обождите, нам бы тут отдохнуть немножко. Басист Джон Пол Джонс и барабанщик Джон Бонн разъехались по домам, а Роберт Плант предложил Джимми Пейджу творческий и энергетический эксперимент. Вернуться к его собственным кельтским корням, поселиться вдали от цивилизации, на луне природы, среди гор, лугов и рек, в обожаемом им уальсе и посмотреть, что из этого всего получится. Поселились они в коттедже 18 века постройки, который назывался... Правильно, вы уже догадались, конечно. Вот так он назывался. Да и называется до сих пор. Коттедж это до сих пор там, на склоне холма, овеян вниманием поклонников Латзеппелин. А вот, кстати, как правильно произносится это название. Брондер Эр. А переводится это название так, золотая грудь, золотая женская грудь, так будет правильнее. А вот если совсем точно переводить, то женская грудь из золота. Вот теперь вы знаете, как на валийском золото и женская грудь. По-моему, очень полезная информация. А называется коттедж так, потому что стоит у подножия одноименного холма, который, собственно, и похож на женскую грудь из золота. В коттедже не было водопровода и электричества. Плант устроил над собой и Пейджем абсолютный творческий эксперимент с полным погружением в энергетику места. Надеюсь, видимо, что древние кельтские гении мест и духи бардов и друидов напоют им там в абсолютной тишине нетронутой валийской природы что-нибудь магическое с хорошим коммерческим потенциалом. Расчет Планты не просто оправдался, но и сообщил Лотзеппелин в принципе новый вектор развития. Начиная с альбома Лотзеппелин 3, к типичным для них тяжелым блюзам стали добавляться прекрасные пасторальные акустические вещи. Во многих из них Плант прямо отчетливо артикулировал образы из кельтской мифологии и легендариума Толкина. В его текстах появляется все больше магии и мистики. И самое главное, именно там, в коттедже Бронер Эр, древние духи таки напели Джимми Пейджу одну мелодию, которой суждено будет стать и навсегда остаться визитной карточкой Лотзеппелин. Да, Stay Away to Heaven написано было уже намного позже, но первые ее идеи пришли в голову Джимми Пейджу именно в усадьбе Бронер Эр. Ну а само это кельтское название было сохранено в золотом фонде рок-н-ролла, как я уже говорил, в двух видах, в виде очень красивой акустической вещи, которая вошла в альбом Physical Graffiti и в виде песни Бронер Эр Стомп на альбоме Блотзеппелин 3. С акустической вещью все понятно, написана она была в пасторальном уединении Джимми Пейджем, а вот с песней Бронер Эр Стомп, название которой отличается всего одной буквой от инструментала Бронер Эр, история интересная. Дело в том, что компанию Роберту Планту и Джимми Пейджу на хуторе Бронер Эр составлял голубоглазый собакин Планта мраморного окраса, окраса, который еще называется Мерль. Я, честно говоря, не очень хорошо разбираюсь в кинологии, но Мерль это вроде бы окрас, да, а не порода. Роберт Плант в собаках разбирается намного лучше, просто в тексте Бронер Эр Ш Стомп есть прям строчка про этого голубоглазого Мерля. Да, Бронер Эр Ш Стомп это песня про собаку Роберта Планта, с которой он любил гулять по валийским холмам и долинам в окрестностях усадьбы. Собаку Планта, кстати, звали Страйдер или Странник по-русски. И поклонники Толкина, конечно, тут же сообразили, что Странник это одно из имен Рагорна. Да, свою собаку фанат Толкина Роберт Плант назвал в честь одного из основных персонажей вот Стреля на колец. Вот и есть запись Лайва, на которой Плант прямо рассказывает об этой песне. И в конце кричит. Так, теперь надо разобраться с тем, что такое Стомп в названии песни. Вообще, Стомп это чечетка. И многие, кстати, так и переводят название. Чечетка Бронер Эр. Кто-то, вот, например, прекрасный Илья Кормильцев писал, что Стомп это выдуманная кличка собаки специально для песни. Вымышлен такой собачий персонаж, типа Стомп из Бронер Эр. А на самом деле собаку Планта звали Страйдер. Но я все же думаю, что смысл здесь немного в другом. Знаете, когда собаке не терпится пойти гулять, или она очень радуется хозяину, или просто возбуждена, она вот так перебирает передними лапами. Так вот, это перебирание лапами у песни, это тоже Стомп. Думаю, что Плант имел в виду именно это движение. Ну и, наконец, еще одна загадка. Почему на альбомах Физикал Граффити и Ладзеппелин Три одно и то же название, Бронер Эр, написано по-разному. А вот здесь срабатывает классическая бритва Акама. Это просто человеческий фактор. Оформитель, отвечавший за конверт, Ладзеппелин Три не был силен в алийском и просто ошибся. Ошибку эту никто не заметил. Песня Бронер Эр Стомп так и вышла на Ладзеппелин Три без буквы Р. Но к моменту релиза Физикал Граффити редактор или оформитель, который там этим занимался, проявил большую бдительность и напечатал название усадьбы уже без ошибки. Вот такая история про географию кельтов, собаку и одну из величайших групп всех времен. На сегодня все. Если история понравилась, поставьте лайк и пишите на канал. Всем счастливо! Встретимся через две недели. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин